Похищенная в центре Бишкека девушка нашлась в ГУВД. Рассказали подробности. В Кыргызстане появится зимний прием абитуриентов в ВУЗы. На Иссыкуле в результате аварии погибли два человека, 12 пострадали. Все подробности в блоге «Кстати» прямо сейчас. По делу о похищении девушки в Бишкеке продолжаются разбирательства и выясняются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы. Уточняется, что 24 июля в 12.08 на пульт 102 поступило сообщение о том, что на пересечении бульвара Эркиндыки и проспекта Джебек-Джолу девушка, находившаяся в салоне автомашины марки «Субару», просила о помощи. После этого машина уехала в неизвестном направлении. Факт был зарегистрирован в журнал учета информации. В ходе поисковых и разыскных мероприятий оперативниками были отработаны около 600 автомобилей марки «Субару». Просмотрены сотни видеокамер наблюдений, опрошены возможные очевидцы, проверены различные версии. Оперативники вышли на след разыскиваемой машины, а также установили местонахождение водителя. Им оказался 22-летний парень, а девушка, которая просила о помощи, 21-летняя. Обоих доставили в следственную службу. Гражданка пояснила, что после работы встретилась со своим парнем. Они поехали на бульвар Иркиндык, поссорились. Продолжаются разбирательства для выяснения о всех обстоятельствах произошедшего, сообщили в ведомстве. Молодой человек и его девушка заявили, что после публикации в СМИ поднятого резонанса в соцсетях, они побоялись идти в милицию, думая, что спустя время все забудут про них. Это значит так шутка, что ли? Напомним, в социальных сетях появилось видео, как в Бишкеке девушку якобы крадут в центре города, на бульваре Иркиндык. ЧП произошло 23 июня. В Кыргызстане появится зимний прием абитуриентов в высшие учебные заведения. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. По словам специалистов, новшество вводится впервые. Предусмотрено постановление Кабмина номер 355 от 30 июня 2022 года. Об утверждении нормативных правовых актов в сфере высшего и среднего профессионального образования Кыргызстана. Поразительно! Это что-то новенькое! Зимний прием абитуриентов как граждан Кыргызстана, так и других государств проводится на контрактные места, оставшиеся вакантными после летней приемной кампании. Каждый вуз самостоятельно определит, будет ли он проводить зимний набор или нет. Отборы зачисления при этом проводятся по результатам общереспубликанского тестирования прошедшего года. Тест, напомним, обычно сдают в мае-июне. В 2021 году Минобразование выступило с инициативой проводить ОРТ дважды в год, весной и осенью, чтобы представить более широкие возможности абитуриентам реализовать свое право на получение высшего образования. Но это не точно. Сроки приемной кампании в вузы в 2022 году приказом пока еще не утверждены. Планируется, что первый тур зачисления абитуриентов стартует 18 июля. Сроки сдвинуты из-за переноса учебного года на 15 сентября 2021 года. В Иссыкульском районе в результате аварии погибли два человека, еще 12 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Уточняется, что авария произошла на трассе Балахча-Нанива-Каракол. Между селами Тору-Айгыр и Черпыхты столкнулись Хонда, Одиссей, Тойота и Стима. В результате аварии погибли два человека – 7-летний ребенок и 69-летний мужчина. Пострадали 12 человек, в том числе семеро детей. На место происшествия выезжали четыре спасателя. Одну из пострадавших женщин сотрудники МЧС вытащили из машины, сообщили в ведомстве. На сегодня это все. Оставляйте свое мнение в комментариях. Это будет, как всегда, кстати.